Всем привет! Ранее в наших видеороликах мы рассказывали об отдельных аспектах управления малым бизнесом. А теперь пришло время описать, из чего состоит бизнес, с какими основными блоками вопросов приходится сталкиваться предпринимателю. Ну что же, начинаем. Давайте представим себе некую компанию, которая занимается розничной торговлей. Раз есть розничная торговля, значит есть магазины и кассовые аппараты. Чтобы торговать нужно иметь список товарной номенклатуры и цены. Ну и конечно нужно то, чем торговать. То есть склады с товарами и ведение учета их остатков. Всем этим можно управлять и без автоматизации, используя самые простые инструменты и ведя товарный учет в тетрадки. Но гораздо удобнее использовать локальное или облачное приложение 1С-касса. Что еще умеет 1С-касса? Она поможет работать с товарами, подлежащими обязательной маркировке. Встроенная система электронного документа оборота позволит принимать поставки маркированных товаров. Кроме того, если вы используете курьерскую доставку, то к 1С-кассе без труда можно подключить мобильные приложения 1С-мобильная касса на смартфонах ваших курьеров. Заказы покупателей можно принимать по телефону, а можно прямо к 1С-кассе без труда подключить интернет-магазин на базе 1С-юми или 1С-битрикс и получать заказы из интернета. Что еще входит в понятие бизнес? Правильно, конечно же деньги. Управление денежными средствами, расчет прибыли. Ну а раз есть прибыль, значит есть и налоги. С введением бухгалтерского учета поможет справиться программа 1С-бухгалтерия или ее упрощенная версия, облачное приложение 1С-бизнес-старт. В этой же программе вы сможете организовывать удобную работу с вашими контрагентами, выставлять счета, контролировать оплаты, следить за тем, сколько должны вам, а также сколько и кому задолжали вы сами. Еще один важнейший компонент вашего бизнеса это наемный персонал. В России есть упрощенные режимы налогообложения, но к сожалению нет упрощенных вариантов введения кадрового документа оборота. И когда в вашем бизнесе появится хотя бы один единственный наемный сотрудник, вам в полном объеме придется ввести всю необходимую документацию. Приказы и личные карточки, трудовые книжки, расчет зарплат, взносы в пенсионный фонд, а также взносы в фонд обязательного медицинского страхования. Со всеми этими задачами вам также поможет справиться 1С-бухгалтерия или 1С-бизнес-старт. Производить собственную продукцию чаще выгоднее, чем продавать чью-то чужую. Для эффективного управления производством уже понадобится более сложное решение. Программа 1С-управления нашей фирмой, сокращенно 1С-УНФ. Помимо ведения расчетов себестоимости продукции, нормирования и планирования запасов, материалов и комплектующих. Эта программа также содержит множество полезных функциональных блоков. Так, например, встроенная в 1С-УНФ система управления взаимоотношения с потребителями, иначе говоря, СРМ-система, позволит поднять на новый уровень еще один важнейший аспект вашего бизнеса. Обеспечение лояльности и повышение удовлетворенности покупателей ваших товаров и услуг. Вообще, программа 1С-УНФ создавалась как решение для автоматизации не отдельных функций, а всей деятельности компании в целом. Поэтому в некоторых случаях она может заменить собой и 1С-кассу, и даже 1С-бухгалтерию. Свой бизнес не такая уж и простая штука. Он включает в себя множество аспектов. Мы остановились только на самых основных. Нужна ли вам их автоматизация или она понадобится чуть позже решать вам? Ну а мы в фирме 1С постараемся предложить вам для этого самые удобные, недорогие и эффективные инструменты. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся!